Вторая часть по горьким травам. Лапчатка прямо стоячая. Смейства розоцветные. Растет европейская часть России, западная Сибирь, горные районы Кавказа. Корневища используются как лекарственное сырье. Свежевыкопанные корневища на изломе должны быть светло-розовые. При сушке дубильные вещества окисляются. Заготавливают корневища в период цветения, в основном осенью. Сушат на чердаках, в сушилках. Температура должна быть не выше 60 градусов. Срок годности сырья 4 года. Корневища содержат в основном дубильные вещества, в основном танины. То есть напоминает кору дуба, то есть основное вещество как у дуба. Но там дополнительные какие-то другие вещества, которые именно в этой лапчатке есть. Во всяких руководствах много описывают всяких свойств. Продают же все там. То есть там можно почитать, что зверобой от всего лечит, пижмы от всего лечит, лапчатка лечит. Короче, научно подтвержденные у этой лапчатки вяжущие и кровоостанавливающие средства. То есть она, короче, вяжет, в том числе она уменьшает секрецию желудочного сока. То есть когда повышенная кислотность, она вяжет и меньше в желудке выделяется. Кроме того, есть у нее противовоспалительные, но основное применение, которое в доказательной медицине, то есть какой эффект доказан у этой лапчатки, это вяжущие средства при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Также вот если кровотечение там есть, то есть воспаление, допустим, в кишке и кровотечение может быть. Вот лапчатка, потому что она кровь останавливает и вяжет. Так что в основном такие энтериты, энтероколиты, можно рот ей полоскать при полячках во рту, стоматиты, генгивиты. В принципе, поскольку она кровоостанавливающая, кровоточащая и раны, есть смысл. Она рану вяжет, то есть воспаление этим снижает, плюс в принципе она останавливает кровь. Противомикробных у нее нет доказанных свойств, хотя иногда пишут во всяких руководствах. Ну вот при кровотечениях, короче, да. И особенно расстройство желудочно-кишечного тракта, потому что часто всякие там эти поносы, боли именно от воспаления. А она так свяжет и, короче, перестанет. Применяется отвар корневищ, лапчатки прям настоящий. Одна столовая ложка три раза в день до еды. Одуванчик лекарственный повсеместно растет, корни одуванчика лекарственные. Но еще раз напоминаю, что не надо рвать одуванчики, которые растут возле заводов, которые растут по дорогам, где много автомобилей ходят, так как они накапливают ядовитые вещества там. Ну, нормальный чистый одуванчик, который где-нибудь так вот растет подальше, где-нибудь в сельской местности. Содержит он горечи и его можно применять для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. В принципе, вот корни применяют, но из самих одуванчиков тоже их, в принципе, как салат используют, но такой горький. То есть, вот эти там листья одуванчиков, стебли одуванчиков, когда они мягкие только, их в принципе можно есть, да, но только они горькие, только как горечь она идет. Ну, в общем, там также имеются желчегонные небольшие средства, диуретические, спазмолитические и слабительные. Голеновые препараты, то есть, отвары либо настойки, применяют из одуванчика в смеси с другими желчегонными при заболеваниях печени, холециститах, гепатохолециститах, при анацидных гастритах и так далее. Ну, также, в принципе, для возбуждения аппетита, как кардамон, он тоже идет, возбуждает он аппетит, увеличивает секрецию. Поэтому, чай делают из одуванчика, такой возбуждающий аппетит, как бы чай из этих, из пряностей, да, вот могут туда одуванчик еще кинуть. Ну, также, мочегонные сборы, желудочные сборы могут добавить одуванчик. Применяется галиновый препарат, экстракт спиртовой и настой корня одуванчика, как чай. То есть, ольха серая, повсеместно тоже растет, больше даже в северной зоне европейской части нашей страны. Ольха, ольховые шишки можно применять, содержит дубильные вещества, поэтому тоже вяжущее оно, как и дуб, и дезинфицирующая также ольха. Ну, вот, так же, как кровоостанавливающая применяется. Поэтому отвары и настои этой ольхи серы применяют при энтеритах, при поносе, при дизентерии, вот, все, значит, связывают кишку, да, и останавливают тем самым понос. Ну, тоже лучше в сочетании с другими растениями, потому что она, в принципе, она не лечит, она просто подавляет симптомы ольха. При простуде тоже почему-то у нас пьют ольху, хотя, насколько я понял, какой-либо ее дезинфицирующая, ну, да, хоть какие-какие дезинфицирующие средства тоже установлены. В принципе, против микробов тоже она работает, и в тех местах, где много этой ольхи, они пьют при простуде этот чай с ольхой. Ну, так же есть применение, допустим, ванной делают с листьями ольхи, вот, когда ноги устали к концу дня, у тех, кто много ходит, помогают ванной с листьями ольхи. Побочного действия нет у ольхи, единственное, что она вяжет, то есть она к запору, в принципе, может привести, потому что, в принципе, это лекарство от поноса. Вот, а так, в общем, ничего там особенно опасного нет. Применяется настойка саплодия ольхи, сухой экстракт саплодия ольхи, настой этих самых шишек саплодия ольхи, то есть у нее не шишка, это покрытое семенной, это не шишка, просто называется шишка, это у нее саплодия. Вот, настой этих шишек ольхи применяется, как обычно. Перец стручковый выращивается в Украине, в Молдове, Средней Азии, Нижнем Поволжье, плоды перца, но перец, понятно, что стручковый просто, его едят, да, это просто пищевое. Его кладут как пряность, он сам по себе содержит много витаминов, микроэлементы есть там и так далее. Ну, в общем, его используют как продукт питания для повышения аппетита, имеет также раздражающие бактерицидные свойства, то есть он как бы вот обезболивает, он обезболивает за счет раздражения. То есть он, его часто при всяких этих, блин, радикулит там, боли в позвоночнике, перец накладывают, он просто, так сказать, раздражает и отвлекает, он не лечит перец. Ну, если боль такая серьезная, то, ну, по крайней мере, это не вредно, потому что многие вещества обезболивающие также вредны, там, побочники имеют, да, уже много раз упомянул. Ну, в принципе, сладкие сорта перца, конечно, это диетический продукт, при гиповитаминозах, когда нехватка витаминов, да, в перце много витаминов, используют в сыром, вареном, маринованном, соленом, печеном виде, не калорийное совершенно. Единственное, что оно раздражать может желудок, да, перец, все знают, да, болеть живот просто от него может потом, если слишком много перца, а так умеренно оно полезное. Применяется настойка стручкового перца, мазь от обморожения перцевая, разогревает она. Каспитрин, такой препарат есть. Каспитрин состоит из настойки зверобоя, настойки перца, мыла зеленого и спирта. Потом линемент, то есть мазь перцово-аммиачная есть, перцово-камфорная. Значит, как каспитрин, так и обе мази применяют для растирания, пренебралгии, миозитии, болит, если какой-нибудь нерв, натирают мазью с перцем, перец плюс камфора. И вот просто оно, короче, на самом деле возбуждает и отвлекает, поэтому кажется, что боль утихла на самом деле больше отвлекающий эффект. Пластырь перцовый с теми же целями применяется. Пластырь перцовый часто содержит еще белодонну, но белодонна хоть и реально спазмолитика, белодонна расслабляет, да. Плюс перец, настойка арники, там, канифоль и так далее, нанесенные на куски хлопчатобумажной ткани, отвлекающие обезболивающее средство при радикулитах, невралгиях, миозитах и так далее. Мазь капсин также может быть с перцем, такие вот дела. Пижма обыкновенная, везде растет у нас тоже, семейства астровые, по всей территории России, кроме Крайнего Севера, по высоким сухим местам, у дорог, канав, возле жилья, по лесным лугам. И, наверное, все, кто в детстве в деревне жил, всю эту пижму видели в больших количествах, я видел. Ну, всем известно, что у нее желтые такие большие цветки, соцветия там у нее образуются, у пижмы щитковидные. Вкус сам по себе пижмы сам тоже пряный, горький. В принципе, там в определенных районах, где, блин, перца нет, могут и пижму салаток закласть. Она не ядовитая, она горькая. Ну, заготавливают вот эти вот цветочные корзинки, щитки, разъединяют, отделяют, перед сушкой сырье перебирают, сушат на чердаках, под навесами. Основное средство, которое воздействует гликозид, самбунигрин, самбунигрин. Ну, надо сказать, что там синильная кислота есть в этой пижме. Эфирное масло там есть, ну и всякие органические кислоты. Так как пижма, опять же, у нас везде, во всевозможных руководствах по растениям могут все на свете написать, что пижма лечит буквально от всего. И там целыми страницами. На самом деле, значит, мало от чего лечит пижма. Доказано у нее желчегонное средство, ну, потому что горечь, на горечь печень выделяет желчь, желчегонная, да, она имеет. Поэтому, кстати, да, во время еды ей есть смысл, да, то есть помогает печени работать, там все это есть. Кроме того, точно пижма эффективна против глистов. Все остальное там не доказано. Никаких чудес пижма не делает, это просто желтый цветок. В принципе, оно несколько тонизирует организм, несколько так напрягает. То есть пижма скорее тонизирующе действует, потому что она горькая. Инсектицидное действие, то есть травить ей можно насекомых пижмой. Это тоже, в принципе, доказано. Глистогонное, оно тоже, в связи с этим официально галеновые препараты из пижмы применяются при аскориде, острицах, лямблеях. И распространены глистные заболевания, допустим, в долине Аби, там и так далее, из-за того, что там глисты в рыбе. А рыбу там в основном и едят в долине Аби и Тами. Ну, в общем, короче, как раз вот эти глисты-то эти, блин, томские, они же поражают печень, поэтому вот от них пижму пить хорошо. Она там и растет в большом количестве под Томском. Значит, в принципе, используется при различных воспалениях желудочно-кишечного тракта от глистов, как желчегонное. Вот это нормально, ее использование хорошо доказано. Соцветия можно сделать из них всевозможные там или настои, или измельчить и применять для борьбы с мухами. Насекомые не любят пижму. Не знаю, как насчет тараканов, но против мух пижма применяется. Значит, лекарственные формы ее настои, цветков пижмы имеется, желчегонные. И есть еще препарат Таноцехол, тоже это из пижмы, но таблетки. Полынь горькая, тоже хорошо известный повсеместный сорняк, хорошо известное растение Артемизия абсинтиум по-латыни. Поэтому водка с ней абсинт будет называться. Гликозиды из нее абсинтин, анабсинтин и так далее. Но это горечь, опять же. Она стимулирует функцию желез желудочно-кишечного тракта, увеличивает отделение желчи. Это по тому же механизму, как и пижма. То есть, тут самое главное, что она горькая, но для человека безопасная. Повышается возбудимость нейрорецепторов, слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. То есть, в целом, она поднимает аппетит, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поэтому она где-то так перед едой. Но также приписывает полынье бактерицидное действие и другое, в общем, которое не особенно-то и доказано. Противоязвенные кое-какие свойства у полыни тоже есть. Кое-какие соединения там точно противовоспалительные. Обычно использование полыни – это чай из полыни, настойка из полыни в качестве горечи для возбуждения аппетита. Входит поэтому в состав желудочных капель, желудочных таблеток. Желчегонный сбор тоже могут полынь положить. Ну, длительное употребление, да, оно уменьшает боли, допустим, у кого боли там в печени, в желчном пузыре. Уменьшает понос, улучшает аппетит. Совместно нужно использовать, правда, с другими желчегонными травами. Это всё повышает их действие. Ну, допустим, при колитах, воспалениях кишечника, отвар из листьев полыни плюс шалфея. Могут делать смесь, допустим, клизму из настойки полыни, отвар чеснока, вместе, короче, делают. Против глистов. Глистов тоже гоняет, глисты не любят этих горечей. И пижма, и полынь неплохо гоняет глистов. Допустим, клизмы из полыни делают, чтобы глистов выгонят. Продолжительное применение полыни может, в принципе, отравление вызвать. И в тяжёлых случаях передоз полыни может привести к галлюцинациям, к судорогам и так далее. Поэтому с полынью тоже осторожно, в больших количествах она токсична. Применяется экстракт полыни, настойка полыни, настой полыни. То есть формы-то применение, в общем, обычные. Расторопша пятнистая, семейство астровые. Ну, в общем, она с Южной Европы пошла, но в Западной Европе распространилась. Сейчас имеется она и в Южных районах России, на Юге Западной Сибири, на Кавказе есть Расторопша. Плоды жёлтого цвета, вот они используются. Сбор семян вручную производят по мере созревания плодов. Тоже сушат на сушилках. Основное действующее вещество там жирное масло, флавоноиды там есть, кверцетин есть, который в дубе. Силибин там, силидианин и так далее. Тоже много всяких свойств для Расторопши указывают в разных описаниях. Научно доказано гепатозащитное действие, то есть улучшает обменные процессы в печени, способствует оттоку желчи. В общем-то и всё. Все остальные приписываемые Расторопши свойства у неё не имеются. Значит, имеется препарат отечественный Силибор, зарубежные препараты Силибинин, Легален, Силимарин, Корсил, между прочим, который вот в 90-х Корсил продавали широко от печени, рекламировали. Это Расторопши, вообще говоря. Ну, при лечении гепатитов, хронических заболеваний печени, циррозов и так далее. В принципе, оно традиционное народное средство от печени, так оно и было всегда. Формы лекарственные отвары, Симеан Расторопши, Силибор это порошок. В принципе, от Силибора могут быть аллергические реакции. Силибинин, вот основные, в общем, флаконы жидкости. По-моему, Корсил сейчас не продают в аптеках. В 90-е было повальное пьянство, и Корсил от печени везде продавался, так как у всех печень повреждена была пьянством. Ревень тангутский, тоже хорошо известное семейство гречишных, вообще-то родственной гречки, как пищевое растение используется. В медицинских целях корни и корневища ревеня содержит антрогликозиды, таногликозиды, хризофановую кислоту и так далее. Эти самые таногликозиды, которые он содержит, имеют вяжущее, противопоносное, антисептическое действие, слабительное в целом ревень. Ревень, как и крушина, действует часов через 10 после приема внутрь, потому что пока дойдет до толстого кишечника, часов 10 пройдет, а потом там он будет действовать, да, в толстом кишечнике. В малых дозах вяжущее действие, в больших дозах слабительное, вот так вот ревень действует. Ну, хризорабин из хризофановой кислоты тоже из ревеня получают, в слабых концентрациях сосудосуды суживающее действие, противовоспалительное имеет. Основное применение ревеня слабительное и желчегонное, и в основном ревень при хронических запорах, потому что при хронических запорах и печень тоже напрягается, поэтому одновременно печень, короче, разгоняет и слабительное. На желудок и тонкий кишечник не влияет, только на печень и на толстую кишку. Ревень считается, в общем-то, мягкий, поэтому пожилым назначают, детям назначают, то есть ревень сравнительно безопасен, в отличие от крушины и прочих сильных слабительных. Используются порошки, пилюли, отвары, всевозможные. В больших дозах ревень может вызвать рвоту, понос, боли в животе и так далее. Поэтому доза должна быть индивидуальная, действие индивидуальное. Некоторых людей чувствительность к компонентам и наоборот будет понос от ревеня. Хорошо, типа, запором вылечит так. Противопоказано при аппендиците, хрицистите, остром перитоните и так далее. Смысл там вообще, там лечить уже надо живот хорошо, а не слабительное принимать. Таблетки ревеня желто-бурого цвета, экстракт ревеня, настойка ревеня горькая с аиром, с горячавкой. Сироп ревеня, где что-то сахар, короче, видимо, смягчает горький вкус ревеня. Не знаю, не пил никогда сироп ревеня, слабительное ясное дело. Для детей сироп делают, чтобы дети там не кричали, что они горького пить не хотят. Тмин обыкновенный, используется широко, как у нас, как пряность тоже, ну и вообще рекомендуется. Тоже кверцетин, жирное масло, дубильные вещества, эфирное масло. Пряный вкус приятный, и это горечь. То есть тмин возбуждает аппетит, поэтому как пряность применяется. Немного усиливает желчоотделение. Основное действие спазмолитическое, он расслабляет мышцы желудочно-кишечного тракта. Вот в этом плане, да, полезен тмин. Но не более того, опять же, во всевозможных руководствах тмину тоже приписывают всякие волшебные свойства. Он просто расслабляет желудочно-кишечный тракт. Но он сравнительно безопасный, поэтому детям, пожилым он рекомендуется. В медицине, как правило, при спазмах, запорах, воспалении кишечника, вот там тмин имеет смысл. Увеличивает отделение желчи. В принципе, при воспалительных заболеваниях органов дыхания есть смысл. И в состав различных сборов включают тмин. Но также много хлеба с тмином, как все мы знаем. В принципе, это все равно лекарство. Хлеб с тмином, конечно, будет действовать вообще как тмин. То есть он будет увеличивать отделение желчи, желудочного сока, панкреатического сока и так далее. Вот и лечить кишечник. Применяется тминное семя, тминное масло, тминная вода, настойки и так далее. Черемуха широко распространена в средней зоне. В Западной Сибири тоже растет повсеместная черемуха. Плоды черемухи, они являются лекарством, содержат дубильные вещества, гликозиды, флавоноиды. И даже вообще черемуха, она более лекарственная, когда она свежая. Вот свежая черемуха, она бактерицидная, она уничтожает бактерии, а когда она высохла, уже нет. Вот поэтому так вот, допустим, антимикробные свойства у свежей черемухи, когда она прям растет на огороде, да, вот она уничтожает. В том числе, кстати, она уничтожает плесень черемуха против мух, против комаров. Вот сибиряки сидят, обмахиваются этой черемухой, это реально смысл есть, что черемуха реально отпугивает комаров. Есть такое. Ну, в общем, такие уже высохшие, из них делают отвар плодов черемухи, и из-за дубильных веществ имеют вяжущее противовоспалительное действие. Поэтому применяется, опять же, при поносах, при дизентерии, при воспалении кишечника. Заваривают просто как чай, в смеси еще с сушеными ягодами черники и пьют. При заваривании извлекаются дубильные вещества, но фитонцидными свойствами не обладает сухая черемуха. Вот так вот, на всякий случай. То есть, только такая свежая, мокрая обладает. Значит, отвар плодов черемухи используется, настой плодов черемухи, как вяжущее средство. Вот основные лекарственные формы. Щавель конский, тоже семейство гречишных, распространено как продукт питания и лежит в магазинах повсеместных щавель. Содержит дубильные вещества, флавоноиды, аскорбиновую кислоту, эфирное масло, смолы, железоорганические кислоты. Вяжущие свойства препараты из корней щавеля конского имеют. Слабительное действие в больших дозах щавель имеет примерно как ревень, а не, кстати, родственные щавели ревень. В принципе, есть противоглистные, кровоостанавливающие, гипотензивные действия у щавеля снижают, то есть, давление. Ну, применяются настои, отвары, экстракты при колитах, энтроколитах, геморрогии. Против глистов применяют щавель. Полоскание рта тоже могут щавелем вяжущие, потому что... И против цинги витамин С содержит щавель, да. Ну, всё-таки, значит, они слабого действия, в принципе, это продукт питания, поэтому надо совмещать с какими-то другими. То есть, какого-то серьёзного действия от отвара щавеля не ожидается. Щавель противопоказан при болезнях почек, и вообще щавели с ревенями, они несколько так раздражают, в общем, могут и увеличить воспаление в суставах, там, такие вот они. Отвар корня щавеля применяется, вот, как вяжущее, противоглистное и кровоостанавливающее средство. Ну, щавель он в целом закрепляет, то есть, против поноса, в общем, смысл тоже есть. Ну, это вот все, в общем, горечи, и дальше будут отхаркивающие и рвотные.